Я маленький зайчик, танцую как обрыгайчик, покупай нашу музыку, зайчик, 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 попочкой тресет. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на мой канал Телекоплей, я Наташа, а это Химс4, семья Витории и Бомж. И если вы не помните, в прошлой серии у нас прокнуло на двойняшек, и у нас теперь двойня. Маргарита и Игнат, и Рита, вот, ну Рита, если что, паб Рита, вы это знаете. Я не очень этому рада, потому что я не ожидала, что у нас будет двойня, потому что нашей маленькой вот этой вот квартирки едва-едва хватит на такую толпу детей. Поэтому я предлагаю сегодня нам переехать в соседнюю квартиру, потому что, в принципе, здесь вроде бы как так посмотреть, место визуально побольше. Вот, и будет и родительская спальня, и детская спальня, и даже, возможно, будет зал. То есть, в принципе, будет полноценная такая хотенка, а эту мы оставим на какую-нибудь такую семью, либо бездетную, либо однодетную, как минимум, потому что, ну, вот это вот уже перебор. Никто ничем особо не занимается. Витория пошла у нас спать, вот она спит, такая деловая колбасня. Она, кстати, пропустила экзамен, но вроде бы как все дальше-то отлично у нас произошло. О, есть презентация. Надо еще шучиться нам. Маргарита очень голодна. Если ребенка скоро не покормить, его могут забрать. И, ой, батя, ты нормальный вообще, батя? Иди покорми детей. Безупречный вкус, нравится декор. Конечно, я шоу делала. Покорми из бутылки детей, а то они их заберут у нас. И Маргариту, и Риту, и Маргариту, и Игнат всех заберут. Корми их. Давай, ты ж отец. По-моему, он поправился, или он был всегда такой жирный. Мне больше всего интересно, а кто-то из них рыжий? Я хочу рыжего из Иванушек. Игнат, на тебя вся надежда. Надеюсь, что ты будешь рыжий. Ну так непонятно, бровей нет, он весь лысый. Может, он болеет. Может, у него стресс. Знаешь, вышел в этот мир и сразу такой стресс, кошмар какой. Сейчас покормим детей тогда, и будем с вами переезжать. Итак, переехать. Переместить семью. В соседний переедем просто, че нам. Но нам надо расширять жилплощадь, потому что тут мы как бы не выживем. Такой-то толпой. Ты переезжаешь или нет? Че тупишь? А, тут даже балкон есть. Нихера себе. Без мебели, без мебели. Мы сами все. А нашу мебель продать. 25. Ой, там... А что у меня ребенок почернел? Вы видели? У меня ребенок почернел. Наверное, от того, что хочет покакать. Чего? А где мои дети? Ладно. Давайте сделаем ремонт, и я вам его потом покажу. Я доделала худо-бедно нашу квартиру. Почему худо-бедно? У нас выключили свет. У меня все удалилось. Мне пришлось заново восстанавливать по памяти. Что я там делала в этой квартире. Поэтому, что вышло, то вышло. Я вам сейчас покажу. Я сделала перепланировку. Но давайте, чтобы я вам смогла показать. Мы, например, выберем Виторию. И она у нас пойдет показывать, что вообще есть. Будем смотреть от ее первого лица. Итак, Витория, иди. Витория пошла. Значит, мы заходим через балкон. Так, и идем ла-ла-ла. Вот это наша бывшая квартира. Можем посмотреть, что там пусто и никого нет. Заходим в нашу квартиру. Вот у нас здесь получается вот такая вот прихожая небольшая. Зеркальце. Ну, тут дети. Дальше мы видим с вами кухню. Давай, иди сюда. Кухонку я сделала, конечно же, небогатой. Потому что мы не богатые. Давай, иди сюда. Но мне, в принципе, нравится. Как получилось, достаточно шиком, скажем так. Вот такая вот вышла штука. И тут у нас есть зал. Наконец-таки у нас появился телевизор, который можно будет посмотреть. Вот. Мне кажется, вполне себе уютная комнатушечка получилась. Дальше идет у нас весьма туповатый туалет. Потому что он очень маленький. Ну, вот буквально. Вот как в советских вот этих вот панельках. Вот точно такой же туалет. Идем дальше. Дальше пошлите. Я покажу вам комнату родителей. В которой будем мы спать с моим мужем. Она у нас тоже получилась очень минималистичная. Такая маленькая. Вообще здесь даже никаких супер декоров нет. Шкаф. Вот такая тумба-юмба. Кровать. Ну, и зеркало. Собственно, на этом все. И покажу вам детскую. На детскую я потратила достаточно много времени. Потому что я решила сделать ее поделенную на всех детей. То есть. Получается, мы сюда заходим. И у нас тут вот секция маленьких деток, которые скоро вырастут. Они будут спать здесь. И также есть секция, отделенная вот такими перегородками для девочки. То есть у нее здесь кровать, стол и ее игрушки. Вот такая вот квартирка у нас получилась. Я считаю, что вышло достаточно неплохо. Балкон я никак не обустраивала. Потому что, ну, пока что не хочу. Ну, и что могу сказать? Будем кормить детей. Витория, нужно покормить детей грудью. И одного, и второго. Иначе их у нас заберут. Не хотелось бы. Я теперь вот, знаете, как умалишенная, хочу постоянно нажимать сохранение. Потому что, когда выключают свет, все сбрасывается. И не сохраняется. И это очень страшно. Как вам, кстати, дом? Пишите в комментариях. Мне кажется, получилось весьма миленько и красивенько. А что то, что я в полотенце все это делаю? Ну, материнство, мне кажется, Витории к лицу. Прям вот это ее. Она прям такая умиротворенная. Счастливая. Ну, просто на нее посмотрите. И дети, кстати, здесь нормального цвета. Почему они в миниатюре перекрасились, я вообще не поняла. Но это, наверное, из-за модов. У меня все скачет. Постоянно балуются. Так что... Ты накачаешь моду, будь готов к тому, что все будет через жопу. Ты освещаешь мой день как солнышко. Спасибо, что меня заставляешь улыбаться. Так, хватит там с батей болтать. А меня любить? Пошла в комнату. Что она будет делать? А что ты с ним делаешь? Рассказывает историю. Ну, ладно. Пусть девочка историю порассказывает. Батя чем занимается? А воздухом человек дышит. Мы кормим ребенка сиськой. Поэтому потом нужно нам что-нибудь приготовить. Какому-нибудь еду. Либо быстро перекусить. Давайте что-нибудь приготовим. Все-таки у нас семья голодная. Хлеб из теста, фруктовый салат, пирожки. Анигири, зажаренный сыр, яйцо, сосиски с фасолью. Рамен. О, давайте рамен с мясо приготовим. Хочу рамен с мясо. Иди готовь. Ты будешь готовить? Спасибо. О, спаржу нарезает. Неплохо. Лучок. Добавляет все это в кастрюлю. Там уже как-то мясо мясическим образом появилось. Все, рамен. А, я на себя в одну харю приготовила. Ну и ладно, главное, что я поем. Правильно? Остальное не важно. Так, пописываем и потом пойдем поспим. Все, а девочка-то молодец, убирается. Видишь, какой хороший ребенок. Еще и домашку делает. Вот это я понимаю. Ой, ты тоже решил приготовить? Поухаживать за детьми? Салат готовит. Ну, салат любой дурак может приготовить. Я ни хрена не сделала домашку. А ведь у меня университет. Все дела. Просыпайся, Витория. Надо домашку делать с ручником. Просто с ручником. Я заставила Виторию немного учиться, потому что все-таки она учится у нас в университете на звезду. И еще я записала ее на прослушивание в субботу в 12 часов. То есть у нее будет прослушивание. Вот прям вот. Понимаешь? Я еще и отправила на пробежку, потому что мне показалось, что она, по-моему, поправилась. Вот что значит хорошая жизнь. Так, потом улучшить и упорядочить. Давайте посмотрим, что она там делает. Как она бегает? Где она вообще бегает? Не пристанут ли к ней какие-нибудь маньяки? Ну, такой райончик, конечно, засранный. Вон баллончики стоят такие. Да. Криминальненько, криминальненько. Мне кажется, тут может выйти какой-нибудь маньяк и такой, Пс, крошка, иди сюда ко мне, будешь моей картошкой. Крошкой-картошкой. Ну, вроде бы голых мужиков нету. Пишите, как вам серия. Увидимся сами. Пока. В улице, так что какая нам нахрен разница? Вон пакет. Кто-то забыл пакет. Пакет ее очень сильно испугал. И она решила бежать назад. Смотри, вот так вот быстро. На ускорениях просто такая. О, да. У нас же туалет есть общественный. Нифига себе. Я надеюсь, она чуть-чуть сходнет. Потому что она реально во время беременности прям набрала пузико. Я прям видела. Она прям потолстела. Начала, блин, хорошо жить, называется. Но вот этот райончик ничего такой вроде бы. Так почище выглядит. А вот тот, в который мы с вами побежали, там что-то вообще беда какая-то. Ну да, она какая-то, видишь, пожирневшая. Может, ее просто эта кофточка полнит. Я не знаю, но она как будто жирная. Мне надо кормить моих детей грудью, а то они опять у меня голодные. От голоду бедные пухнут. Ничего, малыши, я вас покормлю. Иди сюда, Игнатик. Соси мамкину сиську. А ты не подглядывай. Будет она там такая. У меня еще прослушивание сегодня. А завтра уже поедем на работу. Там новая рекламка. Мы еще с вами ее не делали. Там какая-то космическая. Иди, давай, соси сиську. Надо еще с ними поиграть немножко. Меня беспокоит то, что они не какают. Понимаешь, они у меня ни разу не какали. Ни он, ни она. А еще у него, по-моему, маникюр. Видишь? У него какие-то пальцы на концах черные. Ребенок с маникюром. А Игнат модник. Иди сюда, Игнатик. Мама с тобой поиграет. Полоскает. Побаюкает. Чего ты? По-моему, вот теперь он обосрался. Да нет. Вроде спит. Наверное, ему что-то приснилось. Прослушивание, на которое записана Витория, начнется через час. Ну, сейчас Витория чуть-чуть восстановит себе моральная сила. А то он и я хочу спать. Мне нужно взбодриться. Девочка там вот сама по себе. Какая самостоятельная. Она мне так нравится. Все, пошли на прослушивание. Надеюсь, мы получим эту работу. А, ты посмотри. А детей-то тебе не доверили. Вот так вот. Что ты там смотришь, пока родителей дома нет? Новости, что ли, какие-то? А, телевизор выключить! Кто будет за электричество платить? Куда пошла? А, она пошла играть. А как ты будешь телевизор смотреть? Мне вот интересно. Странный ребенок. А телевизор? А, ты решила поиграть у телевизора, смотря... Новости про какого-то усача. Что это вообще такое? Это вообще можно детям смотреть? Ну, девочки просто скучны дома одной. Поэтому она вот такой херней страдает. Ну, ничего, скоро кто-нибудь домой вернется. И все будет хорошо. Не знаю, что она переживает. Музыку включила. Она любит поп-музыку для детей. Не, она потом вырастет. И она, что, будет всю жизнь любить поп-музыку для детей? Не надо. Ты же не из этих. Павать хочет. Что возьмешь? Пиццу бери. А, сэндвич взяла. Ничего себе! Что-то как-то долго мы на прослушивании. Мне кажется, мы там сейчас заснем на прослушивании, ребят. Хорошая у нас рабочая сила. Сама что-то убирается. Полы моет. Надо бы еще нам пылесос купить, чтобы она пылесосила. Прослушивание пройдено! Ебой! Мои дети вернулись из садика. Я пошла... Я по писсию и пошла спать. Маму не беспокоить. Мама пошла спать. У мамы дневной сон. Мама еще как раз заболела, поэтому мама идет спать. Все. Папа тоже болеет. Да это папа бациллу принес, блин. Иди помойся и тоже иди спать. Принес бациллу в дом. Заразил нам всех. Конечно! Все, можно больше не спать. Потому что потом все будет плохо. Надо покормить детей. Рудио. И одного, и второго. А то они что-то подозрительно молчат. И подать ужин какой-нибудь дешевый. Итальянский, запеканка, салат капрезе, рыба. Вот, рыба с жареным картофелем. Так, у ребенка там какая-то... Ой, день рождения завтра у малых. Прикинь. Вырастут малыши. Игнат и Виторий теперь хорошие друзья. Конечно! Сиську мою сосал... Нахера она вырубила. Я на нее наору. А все, мама обломала тебе кайф. Нехер включать. У меня... У меня вообще-то дети спят. Ты что? Вот, правильно, накрывай на стол. Вот это я понимаю, хорошая девочка. Вот так вот девочки и должны себе вести. Накрывать на стол. Чтобы все было красивенько. А не вот это вот, слушать музыку на всю катушку. Я понимаю, конечно, что у тебя там перемена всего. Это что такое? Это рыба с жареным картофелем? Как будто я какашки из унитаза достала. Ну ты посмотри на это. Это реально говно из унитаза. Вот, три какашки. Ну вот это, ладно, это картошка фри. А это остатки с тампоном. Пригласить всех за стол. Я как мать семейства зову всех хавать. Всех хавать. Ты тоже это тебя касается. Встал и пришел жрать. Все кушают. У нас вечер семейный. Давайте пообщаемся. А я вот, между прочим, думаю о себе. У меня все понятно. Потому что я вот такая женщина. Давай спрошу у нее что-нибудь. Скажу, что она молодец, что накрыла на стол. Садись за стол. Блин, ну мы как семья едим за столом. Очень милый. Я люблю, когда Симы едят вместе. Ощущается целостность семьи. Мама вкусно приготовила. Да ты затрахала со своей музыкой. У меня дети спят. Новая особенная черта. Утонченный вкус. Ставь с новизитостью. А пока я позанимаюсь своими делами. А, я ж забыла. Мне ж надо выполнять. Навык обаяния улучшать быстро. Так, домой вернулась. Домой вернулась. Пока у нас еще есть время. Надо быстро улучшить навык обоняния. Ё-моё. А как я так обосралась-то? Все, главное, молчат. Да опять ты врубила. У меня дети спят. Ты заколебала. Хватит вот это вот слушать свои дурацкие музыки. Репетировать речь. Давай-давай, быстрее, Витория. Помылась, чтобы пися была чистая после беготни. И прокачиваем себе навык, чтобы получить все. Теперь можно пойти посмотреть телевизор. Просмотр каналов. Потом давай порепетируем и уже добьем навык обоняния. И поспим перед работой. Потому что надо было... Че ты не спишь? Ляг спать нормально. Нормально, господи. В чем проблема? Лечь спать нормально. Я вот не понимаю. Все, хватит смотреть телек. Все, пошла спать. Во сколько у меня работа начинается? В 19. Вечером? Ой, да до вечера я вообще высплюсь. Как раз сейчас высплюсь до вечера. Будет красота. У меня у детей, по идее, сегодня день рождения. Я его, получается, пропущу из-за работы, да? Отстой. Игнат очень голоден. Ну, у нас мужчина проснулся, поэтому он покормит Игната. Они реально ни разу не срали. Они реально мне ни разу не какли. А ты че проснулась? Приготовь завтрак на семью. Да, не надо есть землю. Это фу, вредно. Подожди. А, ты уже готовишь? Ты на всех готовишь или только на себя? Надеюсь, на всех. Конечно же, мой мужчина приготовил еду не на всех, а только на себя. Ну, козел вообще. Как можно думать только о себе? Я вот вообще не понимаю. У нас вообще-то дети. Не нравится. Ну, пусть ей не нравится фотография. Все. Я поела лапши. Давайте меня сосать. Да, пока чему я должна за нее решать? Кто это вообще? Я даже не знаю, кто это. Что тебе от меня опять надо? А она, по-моему, не намекает, что мне нужно переехать. Она меня, видишь, бесит своей громкой музыкой очень сильно. Она почему-то думает, что она бессмертная. Так, Витория, пошла спать. До работы надо выспаться. Витория должна приступить к работе через час. Мы все вроде бы сделали, да? Так что должны выступить на отлично сегодня на работе. Надеюсь, мы получим... Да заколебала! У меня дети спят! Что-то такое непонятно. Присоединиться. Все, ребята, сейчас будет новая у нас с вами эта самая штукенция, которая называется работа. Может быть, сегодня будет какой-нибудь новый мужик. А сразу оцениваем мужиков. Это женщина. Это женщина. Это небогатый мужчина. Мне нужна звезда. Надо, наверное, начать ходить в какие-нибудь тусовки, типа того. Вот, чтобы найти мужика-звезду. Ну, ладно, давайте тогда подготовим с вами все вот эти дела. Макияжи, вот это вот все. Давайте, женщина, приготовьте меня. Блин, она реально, по-моему, потолстела. Она какая-то пухлая. Это я? Да, зачем мне делать прическу и макияж? Какой смысл делать? Какой смысл делать прическу и макияж, если там ничего не видно? Во бред. Нарядили в зайца этого и что? Да. Сказайте режиссеру, что вы готовы. Давайте я скажу, что я готова к съемкам. Что-то не повезло. Надо съездить за мужиками нормально, я думаю. Что-то тут все какие-то зайцы. А, это детская. Давай потанцуем, это же для деток. У меня же есть дети, я же мать. Я должна хорошо выступить, я должна понравиться мамочкам. Я же, я же мать, реально. Ну, давай. Давай, поехали. Итак, на старт. Внимание. Тадай, тадай, тадай. Давай, запускай. Я маленький зайчик. Танцую, как обрыгайчик. Зайчик, покупай нашу музыку. Зайчик, зайчик, зайчик. Попочкой трясет. Все? Так быстро? Ладно, потрясла. Пойдемте попоем теперь. Опять мы не умеем. Пока. Ну, научимся. Ну, видишь, я угадала. Ну, и теперь продукт. Не, ну, как бы я купила у такого зайчика продукт. Очень мило, между прочим. Зайчик это краш. Покупайте наш продукт, будете слушать и детей учить, как попу мыть. Попу мыть, попу мыть, попу надо мыть. Попу мыть, попу мыть, помыть. Я считаю, я верно передала смысл нашей работы. Завершить выступление. Ну, что-то я не звезду получила. Что-то как-то плохо выступило. Ну, ладно, что. Все, надеюсь, мне заплатят. Я предлагаю сейчас вечерком поехать куда-нибудь, где тусят звезды. Нам надо начинать искать мужика богатого. Потому что, ну, с таким бюджетом семьи, как бы. А мой обычный мужик... О! Ты видишь, я звезда. Отправиться домой. Сейчас как отправлюсь домой на детей. Посмотри, надо праздновать день рождения детей. Они у меня сейчас вырастут. Надо еще понять, кто из них рыжий званушка. Есть ли рыжий вообще. Блин, Витория, что ты жирная такая? Я не пойму. Я считаю, что мои дети повзрослеют и без меня. Поэтому давайте нарядимся в какую-нибудь красивую одежду, которая у нас есть. Ладно. То, что у нас самое красивое, это все, что есть. Отправиться. Я поеду одна. Нужно найти мужика. Хотя бы какой-то там этот самый. Что тут? Бар не завершен. Да это потому, что воруют постоянно. Где у нас звезды живут? Вот здесь живут звезды. Давайте вот сюда. Самое модное заведение. Здесь по-любому будет какая-нибудь звезда. Надеюсь, что при бабле. Потому что иначе какой смысл? Ну, типа, я беру только богатых и знаменитых. Здрасте. А что, меня никто не пропустит? Сегодня проходит ежегодная церемония вручения премьерства Лайт. А как мне туда пройти? А меня пропустят? Я хочу пройти. Тут он и музины приехали, а меня не пускают. Ким Дракон. А ее, наверное, пустят. Знаменитость с тремя звездами. Блин. А подожди. А ты у нас звезда? Нет, не звезда. Мне нужна звезда. Дайте звезду. Мужика какого-нибудь. А ну-ка, стоп. Мужчина пришел. Настоящая звезда. Дик Дриммер. Дик. Мне на кое имя подходит? Так, перестала петь. Дик, значит. Давайте я попытаюсь ему представиться попробую. Я же все-таки звезда. Давай, попробую представиться. Вдруг получится. Идиотка. Она все испортила. О, еще раз пробуем. Давайте пробуем еще раз. Только теперь менее истерично. Давай. Витория, ты справишься. Но мужик ничего такой. Видный вроде бы. Привет. Да зачем ты так пищишь? О, он поздоровался со мной. Он со мной поздоровался. Да? Нет? Да блин. Все из-за того, что ты орешь. Не надо орать. Не надо вот это вот. Ты же сама звезда. Вот глупая. Мы так никогда с ним не... Все, он уходит. Он уходит. Чувак уходит. Все. Попрощайся. Подожди. Стой, стой, стой. Останься. Все, он ушел. На Нью-Йорке ничего такое. Но я хочу все-таки звезду на пять звезд. А не какую-то там засранную звезду. А! А, это Чигимун второй. Я думала, Чигимун первый. Я аж это чуть не охренела. Думала, нашли пропажу. Ладно, не получилось у меня стать звездой. Пока что через постель. Но все впереди. Не переживай и не ссы. Но мы попытались познакомиться с какими-либо мужчинами. Правда, у нас слишком к тупой реакции. Вот. Поэтому я предлагаю нам еще раз попытаться записаться на прослушивание. Какое-нибудь новое. Потому что нам надо уже становиться этим самым. Реклама, соленая пена, музыка. Вот. Скоблянка, лавка, владиус. Вот это мы еще с вами не делали. Нужно поехать на вот это прослушивание. Что там нужно? Два уровень механики. А у нас есть два уровня механики? Есть. Все. Супер. Значит, поедем. Нам еще университет сегодня надо. А я надеюсь, мне не надо сдавать курсовую. Сдайте выпускной. Провести презентацию. Сдайте курсовую. Блин. А как я сделаю? О, господи. Они вывалились. Вы видели? Они вывалились. Они реально вывалились. Игнат взрослеет. Ангелочек пусть будет. Блин, ну они все с черными волосами родились. Я хотела рыжего. Че рыжий-то не попался? Что за... Да, Господи, хватит прыгать. Ты че? Какой кринж. Почему? Я хотела, чтобы они были рыжие. Какого хрена они не рыжие? Надо их, короче, изменить им. Внешний вид. Потому что, ну, конечно же, так не пойдет. Так. Вот они. Маргарита, значит. Надо и глаза поменять. На нормальные голубые, если ты хочешь быть голубоглазкой. И тебе тоже, соответственно, тоже вот это вот убрать. И тоже ставим голубые глаза. Но, блин, мне не совсем нравится то, что они у нас это. Если вы не против, я сделаю им вот такие вот штучки. Ну, типа... Вот такой им сделаю стиль. Не хочу прям супер сильно париться в создании детей. Потому что они, как правило, вырастают. Вот это вот ты потом делаешь им, а они один фиг выросли уже. Вот этот костюмчик подойдет. Вот этот костюмчик подойдет. Один фиг вы не будете плавать. Вот это подойдет. И на зиму вот это тоже подойдет. Теперь малого уберем. Делаем ему тоже стилизованные образы. Ты у нас будешь... Давай вот в таком костюмчике в черном. Выходной костюмчик у тебя будет вот такой, типа мамин отличник, папин хулиган. Голубенькие у тебя будут спальнички. И для тусовки у тебя будет такой же костюмчик, вот такой. Плавательный синий. Вот такой вот уличный от жары. И зимний вот такой черный. Нет, коричневый. Нет, черный. Желтый. Вот, желтый красиво смотрится. Вот и все. Вот и все. Быстро детей одели, обули. Дети выросли. И все. Можно расходиться. Спасибо, что были с нами. Спасибо за внимание. Но я думаю, что мы еще с вами на прослушивание сходим. Выступим. И на этом будем заканчивать, наверное. Ой, ладно. Я разрешаю этим детям делать все, что они хотят. Этот что делает? Они хотят вообще жрать там. Не хотят. У них все отлично. Ну, они ж у няньки были. А вот мама хочет покушать. Поэтому мама поест этой. Лапши. Мама потом пойдет посыт. Там, где ты ручки свои чебушила. Еще доем порцию лапши. Что-то пришла какая-то баба непонятная ко мне. Чего надо, не пойму. А когда у нас следующий урок? С 8, с 13, с 11. Все, нету сегодня, да, больше? А, с 15. Слушайте, ну я до 15 в теории успеваю провести курсовую презентацию. Поэтому давайте я пойду проведу курсовую презентацию. Отправить в детский сад. Нет у нас денег на няню. Няня, это слишком дорого. Вы знаете, наверное, на этой нотке я закончу. Потому что, ну а что, дети у нас в принципе выросли. Все прекрасно. Поэтому продолжим с вами в следующей серии искать мужика. Работать и т.д. и т.п. Боже. Надо перестать позволять детям делать это все. В общем, подписывайтесь на каналчик. Пишите, как вам серия. Увидимся с вами. Пока.